Здравствуйте, это программа подробности. Россия переживает сейчас не самые простые времена в политическом плане, практически еженедельно. Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза применяют в нашей стране все новые и новые санкции. И речь об этих санкциях звучит буквально каждый день. Мы сегодня пригласили в студию директора промышленного предприятия, которое так или иначе попало под санкции в отношении концерна «Алмаз-Антей». Введены санкции Соединенных Штатов Америки, а крупнейшее рязанское предприятие «Завод Красное Знамя» как раз входит в концерн «Алмаз-Антей». У нас в студии генеральный директор «Завода Красное Знамя» Александр Мороз. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, всем здравствуйте. И как вам живет с подсанкциями? Вы знаете, «Завод Красное Знамя» на санкции ответил одним – хорошей работой. У нас объемы только растут, завод динамически развивается, и санкции, которые выставила нам Америка, заводу ничем не грозит. У нас изделия такие мы выпускаем, которые, в общем-то, на американский рынок не завязаны, и мы можем работать и укреплять обороноспособность страны в том же темпе, в котором мы работали до сих пор. Ну вот какими-то цифрами вот эту информацию, что называется, можете подтвердить о росте, скажем так, производства на предприятии? Для примера скажу, что по сравнению с 2011 годом, в 2013 году мы удвоили рост объемов производства. Это довольно серьезно для предприятия, поскольку даже 10% рост объемов для предприятия – это тяжело. Это говорит о том, что завод готов к наращиванию объема, что у него есть производство мощности, есть специалисты, которые могут производить ту необходимую продукцию для обороноспособности страны и для Министерства обороны. У нас очень серьезная динамика развития. Мы и в прежние годы достаточно много вкладывали средств в развитие производства, закупали новейшие оборудования, новейшие технологии. А сейчас особенный новый рывок в развитии завода. Мы попали в федеральную целевую программу как оборонное предприятие и должны за несколько лет освоить где-то около 3 миллиардов рублей на приобретение оборудования, техническое перевожение предприятия. Это серьезная задача. Завод серьезно над этим трудится. В настоящее время поступает новое оборудование, устанавливается, появляются новые рабочие места, устанавливаются новые технологические линии. Поэтому все это требует серьезных усилий коллектива завода, но мы с этим пока справляемся. И вот этот труд нашего завода, вот эти темпы развития, приятно было, что заметили в областном правительстве. И заводу была вручена грамота, и нас вывесили на доске почета областной, как передовое предприятие, по показателям, которые достигли в 2013 году. Александр Иванович, ну вот мы говорили об американских санкциях, но завод «Красный знамя» в последнее время упоминается в СМИ не только благодаря, скажем так, американским санкциям. Об этом, кстати, почему-то в Рязани не пишут. Проходила информация, что предприятие на своей территории установило заборы и мешает работать другим собственникам помещений, которые находятся на территории «Красного знамя», которые также завязаны на оборонку. Можете это как-то прокомментировать? Пожалуйста, у нас-то нету. Я так скажу, что завод «Красное знамя» достаточно большой караван, чтобы обращать внимание на разную живность, которая пытается, болтается у него под ногами, пытается укусить. Завод работал и будет работать независимо от того, какие неудобства ему пытаются создать. Те предприятия, которые писали свои возмущения в средствах массовой информации и даже на телевидении, ну, во-первых, там ни слова «правда» нет о предприятии. Во-первых, это одностороннее освещение той ситуации, которая сложилась. В-третьих, эти два предприятия, они не входят в реестр оборонно-промышленных предприятий России, являются частными. Поэтому требования режима, которые мы выполнили, они логичны и актуальны. Я вам скажу, что за последнее время, за последний год было более около 30 случаев нарушения режима нашего предприятия этими собственниками. Разъезжали на частных машинах по территории, проникали в цеха, что абсолютно нарушает режимные мероприятия на заводе. Поэтому мы были вынуждены, значит, на основании решения руководства концерна «Алмаз-Антей», значит, поставить забор, который создавал бы нормальные условия для работы нашего предприятия. Вы сами понимаете, а тем более в сегодняшней ситуации этот режим еще более будет усиливаться, как антитеррористический, как режим соблюдения гостайны. Александр Иванович, но тем не менее, вот те предприятия, которые сейчас оказались, что называется, за забором, могли ли и могут ли они, скажем так, улучшить свои условия, находясь тем не менее на территории завода Красного Знамени? Надо сказать, что так как мы отчертили круг их территории, мы им выделили необходимые земельные участки для жизнедеятельности предприятий. Вот они спокойно могут осуществлять свою производственную деятельность, спокойно могут возводить собственные проходные, спокойно могут въезжать и выезжать на территорию своих предприятий. Мы создали все необходимые условия, мы им предложили эти участки земельные взять в аренду, на что они до сих пор не откликались, уже в течение трех месяцев мы им предлагаем. Я понимаю, почему они не хотят этого делать, потому что за эту территорию надо нести ответственность, надо за это деньги платить, в данном случае уже арендную плату. А до этого времени завод Красное Знамя за эти участки платил земельный налог. Я понимаю, что им придется нести финансовые затраты на благоустройство, на чистку территории, на чистку от снега в зимний период. Все эти мероприятия они раньше частично возмещали, сейчас это ляжет на их плечи полным грузом. Поэтому вот это отпирание, они отпираются от этих всех забот. Им, конечно, легче жить за спиной большого дяди, который не замечает их и тихонько возмещает все их затраты. Я думаю, вот это основная из главных причин. Ну, вернемся сейчас все-таки к текущему дню предприятия. Мы говорили о новых рабочих местах. Скажите, а чем предприятие сейчас может привлечь, скажем так, новых кадров, новых сотрудников? Ну, во-первых, я уже сказал, идет крупное техническое переживание на предприятии. Это цель его главы создания новых рабочих мест. А новые рабочие места – это увеличение объема выпуска той продукции, которую выпускает завод Красное Знамя. Поэтому сейчас насущная проблема в кадрах существует. Вы все помните, знаете, его предвидели, демографический взрыв, который, в общем-то, нашу страну отбросил назад. Сейчас нужда и нуждаемость в кадрах, в специалистах очень серьезная. Поэтому мы это серьезное внимание уделяем. У нас есть бюджетные места и в радиотехническом институте. Мы обучаем студентов, чтобы затем они пришли на завод работать. И в политехническом институте. Мы помогаем СПТУ создавать группы. Мы даже платим стипендии тем ребятам, которые учатся и которые в перспективе должны прийти работать на завод. Вот такая сейчас политика завода, направленная на привлечение кадров, она сегодня очень актуальна. Я даже мало скажу, что мы задумали и получили добро и у городских властей. И особенно нам помог Олег Иванович Ковалев в том плане, что он дал добро на выделение нам площадки под строительство ведомственного общежития для завода. Это в районе Ворошиловки со встроенным детским садиком, молодежным центром досуга. В настоящее время мы проект представили городским властям. Они рассматривают его и дальше будет вестись работа по началу проектирования и строительства этих очень жизненно важных для завода объектов. Что касается зарплаты, насколько велика она на предприятии и как вовремя выплачивается? У нас сейчас предприятие одна из самых высоких зарплат в городе Рязани. И выплачивается она стабильно и достаточно давно, даже я не помню, на своем веку директорство, когда мы задерживали зарплату. Выплачивается стабильно и регулярно. В среднем где-то за 30 тысяч у нас зарплата подошла к этому потолку. И я скажу, что сейчас люди к нам идут, устраиваются на работу. Люди почувствовали в стабильном предприятии стабильную жизнь, я так бы сказал. Завод – это большая, серьезная семья с своими радостями и гордостями. Мы все, как говорится, варимся в одном котле, стараемся помогать друг другу, решать те жизненные проблемы, которые у людей, работников завода возникают. Оказываем материальную помощь, платим проценты за кредит по ипотеке и так далее. У нас достаточно серьезный пакет социальных гарантий. Ну, то есть, никакие санкции, насколько я понимаю, на уменьшение этого перечня никак не повлияют? Я думаю, что нет. Если что-то глобальное в мире не произойдет, но я думаю, наш завод и другие заводы нашего профиля это сделать не дадут. Мы будем стараться обеспечить мир на нашей земле, чистое небо, для того, чтобы наши трудящиеся люди, россияне, жили в мире и в достатке. Александр Иванович, я благодарю вас. Жизнь под санкциями, какая она есть. В нашей студии был генеральный директор завода «Красное знамя», входящий в крупный концерн ПВО «Алмаз-Антей» Александр Мороз. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова